Флаги, плакаты, торжественная атмосфера. Зал Ледового дворца «Витязь» полон секретарей первичных отделений партии «Единая Россия» и представителей общественных организаций. Депутаты всех уровней и молодогвардейцы все с нетерпением ожидают встречи с участниками предварительного голосования на пост губернатора Московской области. Мероприятие, прошедшее в Подольске, открывало традиционные праймерис «Единой России». Дорогие друзья, мы понимаем, что «Единая Россия» – это ключевая политическая сила нашей страны и региона. Именно на решение нашей партии опирается национальный лидер, президент России Владимир Владимирович Путин. И мы понимаем, как важно принять верное решение. Ведь от того человека, кому мы доверим свое слово на выборах, будет зависеть судьба нашего региона. Предварительное голосование или праймерис «Единая Россия» проводит с 2007 года, предлагая членам и сторонникам единороссов проголосовать за кандидата, который впоследствии будет выгненут партией для участия в выборах. На встрече в Подольске перед собравшимися выступило пять участников предварительного голосования. Член Президиума правления Торгово-промышленной палаты Московской области Роман Володин, депутат Госдумы Валентина Кабанова, сопредседатель регионального штаба ОНФ, в Московской области Александр Лысенко, депутат Совета депутатов городского округа Луховицы, Александр Толмачев и губернатор региона Андрей Воробьев. Они поделились своими взглядами на развитие Подмосковья, его успехи и задачи на будущее. Создать новые производства в промышленности, в сельском хозяйстве, для малого и среднего бизнеса, создать высокотехнологичные новые рабочие места для молодежи, чтобы была выполнена программа губернатора Московской области и молодежь имела возможность работать там, где живешь. На мой взгляд, ключ к эффективному решению социальных проблем заключается в умении слышать людей, понимать их, относиться внимательно к их нуждам. На федеральном уровне прошел конкурс лидера России. Среди его финалистов теперь, завестители министров, в рио губернатора, предлагают перенять и адаптировать конкурс. Зажжем новые звезды. Напомним всем, что если кто-то решил расслабиться, молодежь наступает на пятки. 2001 год. Номинальная начисленная заработная плата в Подмосковье 3450 рублей. Консолидированный бюджет Московской области 50 миллиардов рублей. Сейчас консолидированный бюджет 600 миллиардов. Зарплата свыше 46 тысяч рублей. Но мы можем больше. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем выступлении подчеркнул одни из самых приоритетных задач на перспективу. Наша задача сделать Подмосковье здоровым. Это то, что хочет каждый из нас. Ту цель, которую поставил наш президент. Продолжительность жизни, качественная медицина, оборудование. Не только форма, стены, но и содержание наших врачей. Для нас это является стратегически важной задачей. За последние пять лет Подмосковье проделало большой путь, отметили многие известные члены партии. Это была очень ответственная работа, и мы очень много сделали. Мы построили сотни спортивных объектов в стране. Мы сделали все для того, чтобы спорт, молодежная политика в стране стали приоритетным. Это как раз заслуга тех молодых единорозов, которые в то время взяли на себе эту ответственность. Работая в Московской области и иной раз даже поглядывая со стороны, я понимаю, что должность руководителя нашего огромного региона, она действительно очень ответственная и важная. Очень много сделано на сегодняшний день. Были амбициозные задачи, и они фактически все выполнены. У нас построено много перинатальных центров, у нас много физкультурно-оздоровительных комплексов. Всего на встрече присутствовало более 6 тысяч делегатов из различных муниципалитетов Подмосковья, среди них и Щелковская делегация. Наша партия, это единственная партия, которая проводит вот такую процедуру предварительного голосования. И, конечно, наше местное отделение поддерживает Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора, который за эти годы, с 13-го года, очень много сделал для Московской области. Мы видим новые дороги, мы видим новые благоустроенные площадки, мы видим современные медицинские учреждения. И предстоит сделать еще больше. Поэтому это доверие нашему губернатору, мы его поддерживаем и надеемся, что все члены партии придут на выборы и проголосуются к губернатору. Выбор губернатора Подмосковья – это очень серьезное и ответственное мероприятие. И мы его должны провести на высоком уровне. И выбрать человека, который будет продолжать вести область вперед такими же темпами и уверенными шагами, как он делал это раньше. Из числа представленных на встречу кандидатов участники партийной конференции, которая состоится 9 июня, должны будут выбрать и выдвинуть кандидата на пост губернатора Московской области. Напомним, что выборы главы региона пройдут 9 сентября в единый день голосования. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково»